Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению первой книги царей. Первая книга царей, она органически продолжает содержание книги Руфь. Поэтому Руфь, скорее всего, является как бы неким таким предисловием к книге царей. В христианской Библии есть четыре книги царей. В еврейской традиции первые две книги называются «Сефер Шмуэль», то есть книги Шмуэля. Шмуэль – это Самуил, тот самый Божий пророк, о котором рассказывается в первой книге царей, который помазал на царство сначала царя Саула, потом царя Давида. Собственно говоря, первая книга царей, вторая книга царей в христианской традиции, они так называются, они рассказывают очень много о царе Давиде. Давид, по имени Господи царя Давида и всю крутость его, он является как бы центральной темой этого повествования. Хотя в самом начале первой книги царей мы не видим Давида, но он появляется где-то ближе к середине этой книги и уже более подробно освещается каждый момент жизни этого удивительного человека, псалмотворца, пророка и Божьего царя, который ввел воина Господня, как сказано о нем, в книгах царей. Итак, считается, что первая книга царей была написана пророком Божиим Самуилом, о котором очень много рассказывается как раз в первой части этой книги. И в еврейской традиции эта первая книга, она так и называется, Сефер, Алиф, Шмуэль, то есть книга первая Шмуэля, то есть Самуила. Но в нашей традиции она называется первая книга царств, и мы с Божьей помощью приступаем к ее изучению. Она начинается следующими словами. «Был один человек из Рафамаем Цафима с горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Иерухама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа и Фрафянин». Вот это начало очень интересное. «Был один человек». «Ваихи иш-эхат» — это будет вот так по-еврейски. То есть «был один муж». «Один муж», то есть какой-то очень исключительный, важный человек. И он был из Рамафаим, Цафима. И вот здесь сразу мы обращаем внимание на значение этого наименования. Дело в том, что Рамафаим по-еврейски означает две возвышенности, а Цофе, смотрящий вдаль, то есть пророк. Пророк, смотрящий вдаль. Вот так можно. И далее о нем говорится, что он с горы Ефремовой, имя ему «Элкана». «Элкана» — это имя происходит от слова «эль», которое означает «бог», и слово «кана» — «купил», «приобрел». Что же это может означать? «Приобретение Божие». Вот представьте, человеку было дано такое имя «Элкана» — «приобретение Божие». То есть это был как бы праведник своего поколения, очень благочестивый человек, по-своему неповторимый, один, сын Иерахама, сына Илья, сына Тоху, сына Цуфа и Фрафянин. Фрафянин — это и как бы происхождение этого человека из определенной местности, Фрафа, но Фрафянин означает и очень уважаемого человека, человека с хорошим происхождением. В своих гамилиях на Первую книгу царств Ориген пишет «Посмотри, не относится ли то, что говорится об этом человеке, к похвале праведного? Был один человек. Мы, которые до сих пор грешники, не можем стяжать то славное имя, так как каждый из нас не один, но у нас много лиц, ибо приглядись к лицу кого-нибудь то разгневанного, то печального, немножко позже вновь радующегося и вновь возмущенного и снова спокойного, в одно время советующегося о божественных вещах и делах вечной жизни, а немного позже в стремящегося корыстолюбию и мирской славе. Ты видишь, каким образом тот, кого считают одним, не один, но в нем оказывается столько лиц и столько нравов. То есть этот человек, Элкана, это был цельный человек. Цельный человек. А мы действительно иногда являем как бы разной грани своего характера, не всегда хорошие, не всегда достойные. И далее говорится, у него были две жены, имя одной Анна, это имя означает благодать, первая жена, а имя другой Финнанна. У Финнаны были дети, у Анны же не было детей. И святитель Киприан Карфагенский в своем трактате «Послание к Верину» пишет, «Говорится это о церкви», то есть под образом Анны, имя которой означает благодать, это образ церкви. Говорится это о церкви, у которой прежде не было детей, и которой еще только предстояло иметь больше детей среди язычников, чем прежде было детей у синагоги. А Финнанна – это как бы символ синагоги. И Киприан Карфагенский продолжает. «Исайя сказал, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». Конец цитаты. Вот так Киприан Карфагенский аллегорически истолковывает вот это обстоятельство, что у Илканы были две жены, одна Анна, а другая Финнанна. А святитель Иоанн Златоуст пишет, «Среди иудеев была жена по имени Анна. Она долго страдала неплодием, и что еще прискорбнее, соперница ее была матерью многих детей. А вы знаете, что бесчадие по природе и само по себе невыносимо для женщин. А если при этом есть соперница, имеющая детей, то оно становится еще тяжелее, потому что из-за ее благополучия она яснее понимает свое собственное несчастье. «Подобно тому, как и живущие в крайней бездности скорбят, особенно тогда, когда подумают о богатых». Конец цитаты. И действительно, в те времена считалось, что если у женщины нет детей, если вообще в семье нет детей, то это означает, что у этих родителей какие-то тайные грехи. А тут у Елканы, у него две жены, одна Финана, другая Анна, и могли подозревать Анну. У ней нет детей, а у другой жены есть дети, значит, Анна неблагочестива. И вот это называлось поношение бесчадства, когда человек приходилось доказывать, что он старается соблюдать Божий закон, а почему нет детей, он сам не понимает. Он молится об этом, он переживает. Это действительно была такая сложная ситуация в те времена. И мы читаем третий стих. «И ходил этот человек, то есть Елкана, из города своего в положенные дни, то есть в дни, установленные законом Божьим, поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илий, Или – это был пересвященник, и два сына его, Офни и Финес, священниками Господа». Закон Моисеев устанавливал, что мужчина три раза в год на праздник Пасхи, в праздник Шевуот и в праздник Кучей он должен был являться в святилище. Тогда святилище было не в Иерусалиме, а в Селоме. Тот самый походный храм, с которым иудеи путешествовали по пустыне, он располагался в Селоме. А позже уже в одни царя Давида, ковчег Завета, принадлежности храма походного, это будут переносить в Иерусалим. Селом город в колене Ефраимовом, почти в середине земли обетованной, по эту сторону Иордана. Здесь по приходе через Иордан и по завоеванию земли обетованной поставлена была скиния Моисеева, то есть походный храм иудейский. Здесь евреи молились, справляли свои праздники, имели свои совещания, а ныне остались одни развалины древнего города. Вот так это все описывает святитель Дмитрий Ростовский. И мы читаем четвертый стих. «В тот день, когда Илкана приносил жертву, то есть придя в селом, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части». То есть он приходил туда не один, а он приходил со своими двумя женами, с сыновьями, с дочерьми, и каждому давал потребные, чтобы они от себя приносили жертву. «В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». А почему вот Господь действительно одной из его жен дал много детей, а другой закрыл, заключил чрево? Надо сказать, что Господь более внимательно относится к тем людям в наших семьях, которых мы не очень любим. Конечно, мы стараемся одинаково относиться ко всем членам наших семей, но из Писания очень четко видно, что Господь всегда настаивает на том, что если кто-то в нашей семье вызывает наше раздражение, это не значит, что мы не должны заботиться о нем. Напротив, мы должны заботиться о нем так же серьезно, со всяческим вниманием, почтением, уважением, как мы выстраиваем отношения с теми, которые нас радуют своими деяниями. Но действительно, а почему Господь все-таки закручил чрево Анны? Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Не оставим без внимания услышанное, но и из этого научимся величайшему любомудрию. И когда подвергнемся какому-нибудь бедствию, то хотя будем сетовать, скорбеть и считать бедствие невыносимым для себя, не станем спешить имитаться, но будем ждать промысла Божия, ибо Бог отчетливо знает, когда нужно прекратить то, что приводит нас в уныние, как это случилось и с Анной. Ведь Бог не по ненависти и не по отвращению от нее заключил ее утробу, но для того, чтобы открыть нам врата любомудрия этой жены, чтобы мы увидели богатство ее веры и узнали, что через это Он, то есть Господь, сделал ее более славной». Вот это цитата из трактата святителя Иоанна Златоуста, который так и называется «Об Анне». Действительно, Господь нам посылает испытания с одной целью нас усовершенствовать. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны, ему не надо нас испытывать, экзаменовать, но когда Он посылает какие-то трудности, тут есть одна цель – он хочет нас духовно усовершенствовать. И мы читаем далее. Соперница ее сильно огорчала ее, то есть финанно огорчала Анну, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Как она могла огорчать ее? Она могла ставить ей на вид. «У меня дети есть, а у тебя сухое чрево, Господь его затворил, запер, значит, в этом есть какая-то твоя вина». Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, то есть вместе с мужем, та, то есть финана, огорчала ее, а эта плакала и сетовала, и не ела. Конечно, Анне было очень обидно, то, что у нее нету детей, и это даже ставят ей на вид, вменяют как бы в некое преступление. «И сказал ей Илкана, муж ее, Анна, она отвечала ему, вот я, и сказал ей, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» И вот из этого некоторые экзегеты делают вывод, что у финаны было десять сыновей, вот Илканы. И, конечно, это было основание для Анны испытывать, конечно, и некую зависть. И мы читаем далее. «И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, имеется в виду, и встала пред Господом. Или же священник, или был персвященником, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она, Анна, в скорби души и молилась Господу, и горько плакала». Она встала из-за стола в своей беде и отправилась в Скинию, где сидел на судейском месте седалище у входа в храм персвященник Илей. Она начала молиться в этом походном храме и дала обет, говоря, «Господи, всемогущий Божий, Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь о рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина и секера не будет он пить, и бритва не коснется головы его». Вот такой обет она дает Богу из глубины своего сердца в этом храме. То есть она посвящает своего сына на служение Богу, что он будет Назореем, что он будет при храме Божьем, потому что их семейство имело отношение к дому Левия. Блаженный Августин пишет, «И было две женщины, носивших почетное имя Анна, одна замужняя, которая родила Самуила, то есть та, которую мы читаем, другая вдова, это уже из Евангелия, которая признала святаго святых, то есть Христа, когда тот был еще ребенком». То есть во всей Библии есть две Анны. Блаженный Августин продолжает. «Замужняя Анна молилась с горем на душе и скорбью в сердце, поскольку у нее не было детей. В ответ на ее мольбу Самуил был дарован ей Господом, и она посвятила его Богу на все дни жизни его, ибо она дала обет Господу во время молитвы». Не так просто найти сродство в ее молитве с «Отче наш», за исключением фразы, «но избавь нас от лукавого». И очевидное зло заключалось в том, чтобы быть замужем и не приносить плода в семейной жизни, когда единственное ее оправдание, то есть семейной жизни, в продолжении жизни рода в детях. Конец цитаты. Блаженный Августин здесь сейчас нам напоминает великое назначение семье родить и воспитать святого, родить и воспитать праведного, родить и воспитать благочестивого. Ведь когда Бог давал заповедь о семейной жизни, еще в раю, Бог сказал «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Если бы Он сказал только «плодитесь», достаточно было бы иметь одного ребенка. Но так как Он добавил «и размножайтесь», значит, надо иметь столько, сколько Господь пошлет, и воспитывать их в соответствии с идеалами веры. И мы читаем далее. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илья смотрел на уста ее». Она молилась не вслух, она молилась про себя, но уста ее раскрывались, она как бы вышептывала эти молитвы, а тогда, похоже, это было не принято. Тогда, похоже, люди приходили, когда в селом входили в Скинию, они очень громко начинали петь псалмы, там словословия всякие возносить к Богу, а тут была такая необычная сердечная молитва. «И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Ильи счел ее пьяной». То есть он подумал, может быть, она пьяная, почему она там что-то шепчет, открывает рот, ничего не слышно. Как-то не принято было в то время вот так себя вести, и он принял ее за выпившую женщину. Но мы знаем из книг Нового Завета, что в День Святой Пятидесятницы и апостолов приняли за пьяных, когда они вышли из Сенской горницы, исполненной Духа Святаго, некоторые говорили, они, наверное, напились из сладкого вина. Почему такое могло произойти? Потому что, когда мы впадаем в молитвенное состояние, мы переживаем некий такой внутренний восторг, когда мы чувствуем, что Господь слышит нас и трепет обхватывает нас, и это отражается, конечно, на лице человека. Но есть преимущество тихой молитвы перед громкой молитвой. И давайте посмотрим, что пишет святитель Киприан Карфагенский, это тоже послание к Верину. Он пишет, «И когда мы сходимся вместе с братьями для торжественного принесения божественных жертв со священником Божьим, то также должны помнить о скромности и благочинии, не бросать на ветер и кое-как прошений наших, то есть молитвенных прошений наших в недостойных голосах и не выражать шумной болтливостью моления, которое должно быть приносимо Богу смиренно, так как Бог выслушивает не голос, но сердце». Это, как читаем в первой книге царств, понимала и соблюдала Анна, прообразовавшая церковь. Она приносила Господу не громкое моление, но просила Его тихо и скромно в тайниках своего сердца, приносила молитву тайною, но с явной верою, молилась не устами, но сердцем в уверенности, что и так Бог услышит, и она действительно получила просимое, потому что просила с верой. Конец цитаты. Похоже, что в те времена некоторые просили Бога очень громко, потому что имели такое суеверие, что если громко кричать на молитве, тогда точно Бог услышит. Но такая мысль, она оскорбительна для Бога. Разве Бог глух к нашим молениям? Конечно, нет. Но, как пишет Киприан Карафагенский, «Господь слушает твое и мое сердце», а не козлогласие, козлогласие, когда кто-то начинает там кричать, визжать во время молитвенных действий. И вот Кесарий Арский писал, «Когда бы мы не обращались к молитве, возлюбленные братья, мы должны прежде всего делать это безгласно и мирно». Ну, безгласно не означает совсем безгласно, но имеется в виду не кричать. Когда кто-то научает молиться в голос, то он словно бы лишает плода молитвы, стоящих вокруг него. То есть, когда кто-то перекрикивает всех на молитве, в голос, он как бы игнорирует молитвы других. Кесарий Арский продолжает, «И только стоны и вздохи пусть будут слышны. Да, молитва должна быть подобной молитве Анны, матери благословенного Самуила, о которой написано, что она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее. «И пусть всякий слышит и подражает ей, а особенно те, кто молится громко, без всякого смущения и столь шумно, что не дают молиться находящимся рядом. Потому, как я сказал, давайте молиться со вздохами и стонами, согласно словам пророка, кричу от терзания сердца моего». То есть не от глотки, а от терзания сердца, то есть в сердце кричу. И Кесарий Арский оканчивает эту мысль словами, «Давайте молиться, я повторяю не громким голосом, а сердцами, кричащими Богу». И вот такой была молитва Анны, которую Ильи, пересвященник, счел ее пьяной. И сказал ей Ильи, «Доколе ты будешь пьяный, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Вот так он ей сказал. В православном понимании молитва должна быть неэмоциональной. Потому что есть опасность, что когда человек даст волю эмоциям на молитве, то это будут не лучшие эмоции. Потому что в результате грехопадения чувственный аппарат человека пострадал наибольшим образом. Средоточие чувств человека – это его сердце. А Христос говорит, что из сердца исходит убийство, прелюбодеяние, всякая нечистота. И если человек доверяет миру своих чувств, это очень опасно. Особенно на молитве. И церковное чтение своей монотонностью, как неким камертоном, настраивает нас на правильный молитвенный ритм и лад. И апостол Павел пишет, что же делать, как контролировать чувства, как бы спрашивает он. И отвечает, буду молиться духом, буду молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. То есть необходимо во время молитвы разум погрузить в сердце и контролировать движение чувств, чтобы сдерживать и ограничивать их. Потому что это очень важно, и в православной традиции этому придается значение. Итак, священник Илий сказал ей, доколе ты будешь пьяный, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби сердца моего я говорила доселе. То есть она, Анна, раскрывает свое сердце перед священником, свою беду озвучивает, чтобы он понял, что это сердечное сокрушение, это сердечное сокрушение, а не то, что она просто вот так что-то бессвязно промочет. И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Оказывается, Илий, он был не только персвященником, священником Божьим, он был еще и пророком. И хотя в случае с ее молитвой он сразу не рассмотрел, что у нее такое особое молитвенное состояние, но когда она раскрыла свое сердце и сказала, не считай рабы твоей негодной женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе, он в пророческом вдохновении восклицает, иди с миром. И Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она с радостью, похоже, с поспешностью, сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Потому что вот эти слова священника Ильи как бы вернули ее к жизни. И она, эта женщина, начала вкушать пищу, от чего ранее она отказывалась, потому что пребывала в крайней печали. И далее. И встали они поутру, то есть уже собрались отправляться домой из Силома, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в раму. И познал Елкана, Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа Бога, Саваофа, я и спросила его. Конечно, кто-то может задать вопрос, а что значит «и вспомнил Господь». И вспомнил Господь. Вот когда в Писании говорится «услышал Господь», имеется в виду «услышал молитвы». А когда в Писании говорится «и вспомнил Господь», это надо понимать, что Господь уже принял решение, но откладывал его исполнение на некоторое время, пока человек сам созреет для этого божественного решения. Потому что Бог не человек, чтобы что-то забывать, потом вспоминать, просто Писание разговаривает с нами на человеческом языке, то, что для нас оно более понятно. Итак, она и спросила ребенка от Бога. «И пошел муж ее Илкана и все семейство его в селом совершить годичную жертву Господу и обеты свои и все десятины от земли своей». То есть они ходили три раза в год, и вот это было ближайшее действие после того, как она уже была беременна, Анна. Анна, Анна же не пошла с ними, чтобы в дороге не повредить плода чрева своего, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». То есть они не просто решили посвятить его Богу, а вот на все дни жизни его отдать его в храм Божий, чтобы он был там, как Назарей и совершал левицкое служение. «И сказал ей Илкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих, и осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила». То есть она заботится о плоде чрева своего, она кормит с остцами своими рожденного ребенка, и это приносит ей великое утешение. И 24 стих. «Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца, и хлебы, и одну эфу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя». Блаженный Августин пишет. «Принимая во внимание все эти вещи, а также и другое, что об этом тебе откроет Господь, и что мне пришло на ум или потребовало бы многословных объяснений, стремись в молитве победить этот мир. Молись с надеждой, молись с верой, молись с любовью, молись настойчиво и терпеливо, молись как вдова, преданная Христу. Ибо хотя молитва, как учил он, Христос, обязанность всех его членов, то есть всех тех, кто верует в него, и соединены в теле его, все же заметно, что особая забота о самом усердном молении возлагается в Писании на вдов. И было две женщины, носивших почетное имя Анна, одна замужняя, которая родила Самуила, другая вдова, которая признала Христа как источник жизни, когда тот был еще ребенком. Замужняя молилась с горем на душе и скорбью в сердце, поскольку у него не было детей. А вот Самуил был дарован ей Господом, и дарованного ей она посвятила Богу на все дни жизни его, ибо она дала обет Господу во время молитвы. То есть молитва должна быть действительно из самых глубин нашего сердца и средоточия наших чувств, но сдержанных нашим, конечно, рассудком, потому что необузданные какие-то проявления на молитве, то, что принято там у разных харизматиков, в библейской традиции это все осуждается. И вот она привела отрока, который был еще дитя, в храм, в селом, и привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую восстановленные дни приносил Господу, и привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илью, то есть к тому самому священнику, который видел ее молитву и предсказал ей рождение от нее ребенка. А теперь исполнение молитв совершилось. Исполнение пророчества Илья, и она показывает Илья этого ребенка, и сказала, «О, Господин мой, доживет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь, при тебе стояла и молилась Господу, о сем детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу и поклонилась там Господу». Вот чему может нас научить эта история? Если мы что-то просим у Господа, мы должны иметь намерение то, что мы просим у Господа, Господу и вернуть. Как сказано, «Кесарю отдавайте Кесарева, а Божье отдавайте Богу». В христианском понимании все, что мы имеем, принадлежит Богу. Во-первых, потому что по праву Творца Бог является единственным собственником во Вселенной. И чего бы Господь нам не посылал бы в нашей жизни, мы должны это посвящать Богу. Но не в том смысле, что всех детей там обязательно отправить в монастырь. Конечно, не в этом смысле. А в том смысле, что мы должны воспитывать наших чад. Или мы просим Бога о какой-то собственности, чтобы она у нас появилась, и от нее мы всегда должны отделять, как Элканон все десятины приносил на праздники. Почему важно отделять от тех доходов, которые мы имеем, на храм Божий? Таким образом, мы очищаем любой бизнес, которым мы занимаемся, потому что бизнес – это очень сложное дело, особенно в современном мире и в древности, наверное, так же было. Поэтому очень важно от всего жертвовать Богу, от всего, что Он нам дает, что нам посылает, то есть быть благодарными. Кесареву отдадим, кесареву, там налоги мы платим, что еще там они от нас требуют, а Богу мы отдадим Богова, то есть всего себя и свое собственное сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok